418. Именно столько человек в Чите поддержали образовательную акцию «Тотальный диктант». Свои результаты участники могли узнать на официальном сайте. А вот награждение отличников и хорошистов проходило вживую. В целом, по России количество участников увеличилось в два раза, а вот в Чите уменьшилось. Самым популярным среди четырех площадок стал корпус ЗАБГУ на Бабушкина 129. Именно его решила выбрать для проверки своих знаний в области русского языка одна из восьми отличников Елена Воробьева. Кстати, она не допустила ни одной ошибки. Сомнений было очень много. Текст, может быть, был легче, но с точки зрения орфографии и пунктуации он был непростой. Поэтому пятерка, конечно, может быть, я не думала, но сомневалась. Я думаю, что это и проверка себя, и для своих детей, и показать уровень знаний русского языка, который сейчас, к сожалению, находится не в лучшем положении и в стране, и в мире. Хорошистов, кто допустили максимум две орфографические и пунктационные ошибки, было более 50 человек. Организаторы надеются, что в следующем году хорошистов и отличников будет еще больше. Валерия Квашнина, Анна Кулигина, ЗАПТ-ТВ